У меня 1,6. Какой размер колес? 31. 31, да? А тут 33 неполные стерты. У меня 1,6. Ну клиренс, видишь? Да что ты клиренс? Клиренс. Клиренс, вес. 1,6. Ну давай покажи, что ты там не проедешь. Едь. Я, видишь, проехал уже здесь. Не 3, а 2, а не надо добавлять. Дайте сцепление. Это тоже от белорусов осталось, да? Да, да, да. Не, ну она медленно еще там, наверху я уже сюда не понял. А, это от медленно? Как бы людям показывают, что заднеприемная машина есть лучше, чем-то. Да. Так, пытаются вперед залебедить, не знаю. Да, Нива на 31-м Сильвере, это с блокировками, это реальная машина началась. Хочет унизить всех он сегодня уже. Уже всех унизил, сейчас идет на второй круг унижения. Дверь открылась. Точнее, не закрыл. Так, идем ближе к месту событий. Ну тут хорошо вода поднялась. Ручеек был, говорят, такой. 20 сантиметров в этом месте. Вчера с утра. Да, клиренса гранду не хватает. Реально. Вроде колеса не самые маленькие, но из-за луковицы и вес мешает ему. Какая-то вода святая, говорит, выпьешь, не будешь застревать специально. Так, хотят все-таки вперед, поджарик вытянуть там, где порвали стропу мне. Что-то сомнение у меня. Лебедой аккуратней. А, ну покажи. Хорошая, да. Зелень для победы. Это чиперы с верхних гор напускали воды. Так, две лебедки. Протянули все-таки. Да, долго мы часа полтора преодолевали тут или час. Это препятствие. Все преодолели. Луас всегда с нами. Все, 200 метров до асфальта. Афроуд был классный. Хоть и вроде мало, но в конце добавили. Вода с реки Десна. Да, мы тут тоже бочком едем. Все, пока афроуд завершен на Десне, было неплохо. А вот и самурай нас провожает. Все, всем пока. Подписывайтесь. Делитесь, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Так, одежда фроуд. Блин, хотел опять в афроуд поехать. Но Opel сказал, едь за мной. А, пацаны отжигают. Раскатали тут основную дорогу уже тоже за это время. Омега он едет. Так и дорожник почти. Самое печальное из всего этого фара есть. Но она где-то лежит далеко. И я не помню где. Склад мы перевезли. И он пока в таких стесненных условиях. Нет, примерно помню. Наверное, фару найду. Так, джипер на Омеге. Красава. 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 Все на асфальте. Ты хоть поснимал, как белорусские джипы ездят? Да, это жесткие вообще, блин. Opel Omega это лучший белорусский джип, да? Национальная гордость. Да, 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 мы старались. Мы делали все, что могли. Я дотянул его или нет еще? Чуть-чуть. Белорусские братья разбирают. Opel Omega решили пустить на разборку. Да нет, фара не подойдет, фару не снимай. Оставь фару, ты что? Да ладно, а вдруг? Ну давай померяем. Так подожди, не с той стороны, мне же левая нужда. Что ты делаешь? Ничего, ничего, нормально. Или доработаем-то? На пильнике стояли там. Так, сняли с Opel'а лампочку. Не достанешь, а? Отламываем или, а? Надо, надо его... Открыть капот? Да, сюда немножко вылезем. Давай. Такая, такая. Так, подожди. Можно отламывать что-то, да? Вот это отламываем, наверное? Ну, наверное, да. А, подожди, так там габарит же, мы же отломаем его, он нам же нужен внутри. Слышишь, а? А как-то вот тут добраться. Через это не доберемся, да? Вот это что было? Это был... Это ближний-дальний, да? Да, это ближний-дальний был. Вот так стропа РБ-шна рвется. А, это поворот или это габарит? Не помню. Просто аккуратно вытаскивать. Стой, давай крыло отогнем. Она должна выйти. Разобрал. Не потеряй фару. Сейчас ремонт, блин, за 5 рублей за 5 минут. А что там, упал габарит уже вниз? Да, да, да. А, блин. Подожди, вот у нас еще есть какая-то фигня. Что у нас здесь должно быть, непонятно. Тоже может габарит быть. Вот, еще одна лампочка. Посмотри, целая? Нет. Не выжила, блин. Заглядывай под машиной, что-то висит. Думал, патруба какой оборвал или что? Это чей-то носок. Портанки. Не горит, да? А, пробуем, да. Нигде ничем. Нету, да? Вообще ничего нет. Ладно, давай мы наверное поедем, будет быстрее. Это у нас поворот Это аварийка Давай вторую вытягивай Гараж приедем тебе поставим Ай вторую надо еще говорить Так пацаны поворот восстановили Красавчики Короче омегу все таки мы разберем сегодня Да я понял понял У тебя опыт есть Маньяк на луазе Разбирает Вторую лампу сейчас Там какой то да второй цоколь Который вот этот А достать его надо Слышишь Подожди Так не работает Так уже тут третьего нет Это поворотный габарит Вот он цоколь да я достаю его А давай Вот эту пластмассу Вот так как то аккуратно Нет смотри выломай вот это вот чтобы тебе не мешало Да не оно не мешает там мешает Там ну чтобы цоколь вытащить Цоколь надо А подожди может давай сам цоколь Да положи в сторону Оно же не надо Андрюха попробуй Блин не мусорите Ну мы бы ж не будем Я думаю нам простят Иди на дорогу Тёма Тут кидать надо куда нибудь подальше Я стараюсь туда кидать Вот сюда если достать Что не получается Как то Мало ли ехать где машина Это был ксенон Это был ксенон Это был корректор Короче надо как дрифтеры Всё будет на стяжке закрепить Нашёл Принимай Разбило тоже Он не зафиксируется здесь Нет его вытяни сюда наружу просто Да и всё Или не пролазит он А или так наружу да через верх Он не достает А через верх сюда Вот он Вот он Да нормально Сейчас стяжку Стяжка есть Сейчас габариты проверим Так габариты Габариты Что-то пока нет Нету да С правой стороны И с правой ни с левой Не поверю С правой фара горит Давай с фарами С фарами бесполезно О есть огонь Я всё отремонтировал Нет зажигание включил Я всё отремонтировал Всё починил да Всё не переживай Всё будет ёлочка Всё если что фара светит Вот это габарит Это фара Да отлично Спасибо друзья Я поехал Киев нас ждёт Концерт тоже американцы Вообще иллюминация Человек подготовлен Лучше всего Кажется на зажигание Просто было включить Я забыл У меня суровые отключили Всё понял Оно только работает Когда включено зажигание Слышишь так мне можно И фару не менять Пока мне на Всё есть На пару месяцев Лампочку О может позвонить Чё б это Лампочку взяли Тань ну не гони Поехали Спасибо Нет так ребята просто Как раз будут сюда ехать Те которые занимаются Этими всеми делами Лампочек просто Как боли Так а смысл Ты без отражателей Без нихера Она будет слепить всех подряд Ну С вас 1254 Плюс лампочки Всё пока Спасибо Так ну теперь точно всё Габариты восстановили В зеркала Стяжечку свежую поставили Сейчас прямо выезжаем Посреди Чернигова С этой жести Это уже Чернига В принципе были в нём Сейчас на трассу И домой 130 километров до Киева Давайте ради смеха покажу Электрозеркало работает Вот она регулировочка наша Чернигов утонул Кстати Спринтер был полностью под водой Ребята показывали фотографию А вот помыться нам Нашёл Сэм Нашёл место Вот такой был дождь Чернигове жёсткий Помоем снизу машинку Хорошо он увидел Нормально Да правильно ты решил Поехали Поехали да Помыли подвесочку Помыли тормоза Было жесть здесь Весь Чернигов плавал Это дождь который утром в онлайне я снимал Последствия которого В природе более-менее было всё Город Стоянка в Низине Утонула полностью Попрошу чтобы может кто-то сбросит Фото видео Так ну теперь уже наверное Завершили мы Эту жесть Впереди Пол Чернигово Дальше Киев Погнулся даже шток Крепления фары Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому классно все-таки грант машина с удачу уедем после всех издевательств многолетних и многодневных с этими колесами в районе сотки там плюс-минус можно и быстрее да все прямая от броваров до киева долетели расход тридцатка по трассе расход сумасшедший сопротивление от колес конечно общее сопротивление большое колес тоже неплохо покатались и